Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И сегодня я бы хотел продолжить такими словами, давайте будем дальше трудиться над нашим машинам. Но, к сожалению, вы этих слов от меня сегодня не услышите. Я сделал одно открытие для себя, что я из этих уроков выбрал то, что мне было нужно, чего мне не хватало для создания маленьких симпатичных кургузиков. Это маленькие машинки с большими колесиками, да, вы помните. Благодаря этому уроку, этому преподавателю, скажем так, мастеру Дмитрию, я научился делать, работать по формам, чертежи научился правильно, благодаря ему раскладывать. Очень удобно, спасибо, Дмитрий. И научился тому, что создавать вот такие красивые ровные отверстия, создавать вот эти грани. Научился делать такие гладкие, хорошие дверцы, да. А дальше я понял, ребята, дальше, когда я начал делать капот, я понял, что это повторение. Теперь уже у меня здесь ничего нового нет. Колеса я делать умею, фары тоже умею делать. То есть практически мне нет смысла заканчивать этот туторчик. У вас есть ссылка, те, кто захотят пойти дальше. Мы с вами сделали 8, там еще 20 этих туторов, 20 штук. Вы можете спокойно с этим парнем дальше закончить. А я свою цель, как бы поставленную, выполнил для себя. Теперь я знаю, как делаются машинки. Теперь я могу создать для своих гонок, которые я хочу игру сделать, маленькие кургузики. Ну а далее я начну делать другие проекты, которые мне более интересны. Потому как здесь огромное знание в том плане, что как это создается. Гладкая, красивая форма. Я это узнал. Дальше мне этого не нужно. Я никогда не хотел делать автомобили. Вот сколько я занимался 3D, мне никогда это не восхищало. Потому что, я вам скажу, отсутствует главный элемент, ради чего я это делаю, это творчество. Здесь нет творчества. Есть ремесло. Хорошее, уверенное, замечательное ремесло. Но двигать точки по чужим чертежам, это скучно. Ну, во всяком случае для меня. Это скучно. И когда я убедился, что я уже это могу, без посторонней помощи, уже довольно-таки неплохо получилось у меня. То я пришел к выводу, что мне пора остановить этот проект. А для тех, кто хочет продолжить, у вас есть ссылка. В каждом этом видео я делал ссылку в благодарность к этому человеку, который так постарался для меня и для многих. И вы можете вам продолжить, потому что мы с вами прошли 8, а там еще 20 туториалов. Ну, в качестве там еще пока, как делается стекло, но это понятно, как делается, да. То есть ставятся опять полигоны, двигаются точки. Как делается колеса. Таких туториалов масса. Почему-то люди очень любят делать колеса. Я тоже небольшой любитель. Я прочитал на одном форуме, что один из участников сказал, какое огромное спасибо, что ты научил делать колеса. И теперь это огромное поле для творчества. Я тут чуть со стула не упал. Ну да, это, конечно, творчество. То есть создание машин это для усидчивых, упорствующих и терпеливых людей. Я не отношусь к этому категорию. Поэтому мне и нужно выбирать для себя что-то свое. Ну, а еще раз повторяю, автору я очень благодарен за те приемы, которые я изучил, которые в дальнейшем помогут мне создавать мои собственные модельки. Потому что в плане, допустим, даже текстурирования, ну, вы понимаете, что, ну, какое здесь текстурирование. Вот, тут мы берем готовый, допустим, какой-нибудь, ну, это не то, но, к примеру, мы берем готовый вот лак, подключаем вот тут. И получаем очень красивый такой, замечательный, блестящий новогодний игрушку. Ну, поэтому я решил для того, чтобы развиваться дальше, покинуть этот проект и заняться собственным. Это будет очень интересный проект, для меня, в всяком случае, и дающий возможность для, ну, не скажем, полного творчества, ну, какого-то. Итак, на этом, поэтому я с вами прощаюсь, до следующего проекта. Всего доброго, друзья, пока.